Всем здравствуйте! Думаю, мы будем начинать. Так, и тема нашего сегодняшнего вебинара будет с вами новая игрушка, которая называется «Игральный кубик». Я думаю, все в жизни представляют себе, как он выглядит. То есть это небольшой кубик, который мы подбрасываем, и у нас выпадают какие-то с вами грани, то есть от одного до шести. Так, также мы на сегодняшнем вебинаре с вами вспомним, что такое переменные, выдача случайного числа. Это мы все с вами изучили уже поподробнее на предыдущем вебинаре. Сегодня же мы это все вместе закрепим и уже напишем такую небольшую игру, где у нас будет кубик сначала с вами просто показывать число какое-то от одного до шести, но потом мы ее в дальнейшем усовершенствуем до такой степени, что у нас кубик будет крутиться с вами по всему экрану и, соответственно, выдавать какое-нибудь случайное число. Это мы все с вами посмотрим. Так, первый вариант игры мы запускаем, и у нас выпадает вот здесь какое-то определенное очко с помощью переменных. То есть, допустим, 3, 4, 4, 2 и так далее. И кубик просто меняет здесь вот свой костюм, и, соответственно, меняются вот эти вот точечки посередине. Так, и последний вариант, который мы к вам с вами придем, всего у нас их будет 4. То есть, самый сложный вариант, у нас кубик с вами начинает вращаться по экрану, и спустя какое-то время у нас выпадает определенная цифра. То есть, это уже получается некая анимация того, как мы бросаем наш игровой кубик в жизни. Итак, я думаю, мы можем приступать. Начнем мы с вами, как всегда, с пустого экрана. Сегодня котенок наш нам не пригодится, потому что спрайт мы будем с вами рисовать самостоятельно. На самом деле, отрисовка спрайта займет большую часть времени, нежели написание кода, но в коде нужно будет обязательно разобраться. То есть, там есть какие-то сложные моменты, которые мы с вами не прошли еще на предыдущем вебинаре. Итак, мы с вами нашего котика удаляем, то есть, нажимаем вправо снизу на мусорное ведро, и у нас с вами полностью все пропадает. Теперь горит окно сцены. Нам же с вами нужно будет сейчас нарисовать спрайт. То есть, у нас пока что с вами ничего на экране нет. Для этого мы нажимаем на котенка с плюсиком и ищем кисточку. То есть, здесь мы можем с вами придумать своего какого-то персонажа. Сегодня у нас будет с вами игральный кубик. Итак, у нас сразу же появляется с вами полянка для творчества. Итак, мы с вами рисуем кубик с помощью соответственного инструмента, который называется прямоугольник. Мы на него нажимаем. Здесь мы можем выбрать заливку, которую мы хотим, нашего кубика. Допустим, давайте начнем с красного. И можно как оставить контур, так его и убрать. Давайте для наглядности я его оставлю. Итак, чтобы нам нарисовать с вами ровный квадрат, чтобы у нас не получился прямоугольник, мы с вами должны зажать кнопочку shift и одновременно провести нашу фигуру. И тогда у нас будет с вами получаться уже ровненький квадратик. Итак, отпускаю. Отлично. Мой квадратик появился. Если вам не хватает этого размера, вы хотите немножко побольше, точно так же мы с вами двигаем за уголки. Здесь уже shift не нужно нажимать. Фигура запомнила свое расположение, то, что оно является квадратом. И можно уже немножечко его увеличить или уменьшить. Итак, допустим, мы ставим примерно таких размеров. Главное, здесь еще один момент. Нужно найти середину этого кубика. Каким образом? Я выбираю здесь стрелочку одним из инструментов. И смотрите, беру весь наш кубик и двигаю его ровно к нашим мишеням посередине. Это мы тоже с вами смотрели уже на вебинарах. Но здесь это важно очень уточнить этот момент, что обязательно соединяем с серединой. Иначе так получится, что у вас кубик будет вращаться относительно немножко другой точки. А нам нужно, чтобы он вращался относительно центра. Итак, здесь мы уже с вами можем рисовать наши кружочки. Здесь также используем инструмент, который называется круг. Только давайте уже изменим заливку. Допустим, я оставлю белый. Вы можете выбрать абсолютно любой цвет. И точно таким же образом рисую кружочек посередине. Какого он будет размера, это все уже зависит от вас. И также, если у меня будет единичка, я соединяю ее с центром. Ну, чтобы у меня как-то было все поровнее. И, конечно, если у вас будет там цифра 6, ну, сейчас вы это посмотрите, 6, 4, там у вас немножечко будет неровно. Это ничего страшного. Все управляемо. Итак, как мы знаем, у нас с вами есть 6 граней у нашего кубика. Поэтому и костюмов нам понадобится с вами 6. Для того, чтобы нам не перерисовать каждый раз кубик, потому что они будут получаться разного размера, мы с вами просто дублируем наши костюмы, нажав правой кнопкой мыши. И потихонечку вот так вот дублируем, пока не дойдем до циферки 6. Теперь у нас с вами получилось 6 одинаковых костюмов, где в серединке у нас у всех есть единичка. Нам же нужно с вами изменить это все на двойку, тройку и так далее. Что мы с вами делаем? Костюм 1 так и оставляем с единичкой, костюм 2. Мы с вами можем просто продублировать этот кружочек, который у нас находится в серединке. Каким образом? Мы нажимаем на него с помощью выбранной стрелочки. И здесь у нас становятся активными две функции – копировать и вставить. Я их просто по очереди нажимаю, один раз копирую, второй раз вставила. Все, у меня получается два кружочка. Так, здесь я уже примерно распределяю вот таким вот образом. У меня, конечно, тоже с глазомером не все очень хорошо, но примерно вот так вот. Дальше переходим на следующий костюм. Здесь делаем все то же самое – копировать, вставить. Но я здесь делаю уже сразу же три раза. Таким же образом. То есть вот у меня получилась циферка 3. Дальше костюм номер 4. Нажимаю «Копировать» – 4. Теперь вот здесь вот очень важно сделать это максимально ровно. У меня с этим немножечко плохо. Но вы там уже самостоятельно можете все красивенько сделать. Почти получилось, немножко повыше. Вот так вот. Отлично. Дальше идет циферка 5. Мы сделаем это с вами один раз, потому что потом мы просто будем доделывать эту программу. И здесь, в принципе, нам уже не нужно будет с вами постоянно переделывать наш кубик. Так, дальше идет циферка 5. Ну, примерно так красиво получается, я думаю. Ну, и циферка 6. 3, 4, 5, 6. 6 кружочков теперь используем. Ну, это самое такое сложное, потому что здесь нужно максимально все ровно выставить все кружочки. Так, отлично. Ну, примерно что-то такое у вас должно получиться. То есть, ну, все равно не очень, но ладно. Итак, получается у нас с вами 6 костюмов. И если мы с вами переключаемся между ними, у нас, соответственно, переключается и на основном экране. То есть, спрайту мы нарисовали наши костюмы. Теперь уже можно переступать к коду. То есть, мы должны сделать так, чтобы у нас с вами какое-то случайное число выпадало. Каким образом, сейчас мы все с вами поочередно будем выполнять. Итак, мы переходим с вами в код. Здесь можно оставить любой костюм. Тут без разницы, он все равно со временем будет у нас меняться. Я же давайте остановлюсь на первом костюме, чтобы у нас был... Ну, как... Начинаем сначала. То есть, в циферке 1. Итак, здесь мы не будем особо как-то отличаться от предыдущих вебинаров. Мы начнем с вами, опять же, с флажка. То есть, чтобы наша программа с вами запустилась, мы должны использовать события, когда флажок нажат. То есть, теперь флажок у нас является активной кнопочкой. Мы можем на него нажимать. Отлично. Теперь мы переходим с вами к тому, что должны будем менять наш костюм. Здесь нам понадобится всего с вами один блок, который будет немножечко дополнен тем, что мы с вами приходили на предыдущих вебинарах. Сейчас все подробнее расскажу. Так, отлично. Для того, чтобы у нас менялся с вами костюм, нам потребуется с вами вкладка «Внешний вид». И здесь у нас есть как раз блок «Изменить костюм на какой-то другой». Но нас не должен устраивать этот вариант, что у нас меняется костюм только на один из выбранных нами вариантов. Нам нужно сделать так, чтобы у нас в каком-то рандомном порядке выпадало число. То есть, это как бы от одного до шести. Для этого мы с вами вспомним блок, который мы использовали на предыдущем вебинаре. Он называется у нас «Выдача случайного числа». То есть, мы не будем знать, какое число нам выпадет. Программа все сделает за нас и выдаст нам костюм того кубика, который, получается, выпадет от одного до шести. Так, «Изменить костюм на...» Видим, что здесь у нас находится в кружочке костюм номер шесть. Поэтому сюда мы можем что-то тоже с вами кругленькое положить. То есть, вот, «Выдачу случайного числа» оставляем. Итак, отлично, от одного до десяти. Но костюмов-то у нас с вами шесть, поэтому нужно выбрать не десять, а шесть. Давайте посмотрим, как у нас теперь работает с вами программа. Нажимаю. И что у нас происходит? Циферки меняются. Немножечко кривенько, косенько, но они меняются. Так, то есть здесь нужно будет с точечками немножко поработать. Отлично, это мы с вами и сделали. Но нам потребуется с вами еще и переменная, которая будет показывать, какое число выпало. Допустим, если вы работаете с детьми помладше, им же нужно параллельно еще изучать цифры, то, вот, допустим, вы можете сделать, не обязательно, чтобы там было шесть граней кубика, вы можете сделать, чтобы числа выпадали от одного до ста и так далее, и, соответственно, вместе с ребенком изучать числа. Почему бы и нет? Тоже очень классное применение для этой программы. Ну и также можете какие-то свои вопросы решать с помощью выдачи случайного числа. Итак, дальше нам потребуется с вами переменная. На предыдущем вебинаре мы уже с вами это посмотрели, но давайте вспомним, опять же, как мы работаем с вами с переменной. То есть мы с вами с помощью переменных можем задать какое-то определенное количество очков. Здесь же у нас будет выпадать с вами число, которое совпадает с кубиком. Допустим, давайте создадим переменную и так ее и назовем – очки. Здесь мы без разницы используем для всех спрайтов или только для этого, потому что у нас всего с вами один спрайт в нашей программе. Это наш игральный кубик. Очки мы с вами оставляем. И смотрите внимательно, у нас эта переменная появилась вот здесь. То есть теперь у нас здесь есть счетчик очков. Так, изначально у нас значение с вами очков должно быть нулю. Но как же сделать так, чтобы у нас с вами и костюм менялся, еще и очки вместе с ними менялись? То есть они должны друг другу соответствовать. Для этого мы с вами переходим во внешний вид. Все, что у нас связано с костюмами, изменением персонажа, все находится именно здесь. И смотрим немножечко пониже, видим опять что-то кругленькое. Это значит, мы можем сюда это положить. То есть вместо значения 0 мы с вами положим немножко другой блок, а именно костюм номер. Что обозначает этот блок? То есть по номеру нашего костюма будет, получается, выводиться количество выпавших очков. То есть если у нас здесь выпадает с вами 2, здесь костюм меняется на номер 2. Давайте проверим. 6, 6, 5, 5. Все совпадает. Ну, второй раз выпала цифра 5. 3, 2, 6, 4, 6. Какая маленькая вероятность выпадения? У меня единицы. Пока мне еще... Вот, отлично. То есть мы с вами же первый вариант, в принципе, написали. Он рабочий, его можно использовать. Но всегда интереснее как-то усовершенствовать свою программу. Мы до этого, в принципе, с вами останавливались на чем-то простом. Но теперь я хочу, чтобы вы вместе со мной начали потихонечку идти дальше и посмотрели, как же можно дорабатывать эту программу, как можно немножечко пофантазировать, что-то менять. Вот, допустим, что мне первое приходит на ум? Я могу сменить цвет у нашего кубика. То есть, допустим, чтобы у нас у каждого костюма был свой цвет. Для этого, допустим, в костюме 1 я оставлю красный цвет, перейду в костюм 2. И здесь я выберу уже какой-нибудь другой. Так, допустим, будет синий. Отлично, просто закрасила его. Дальше будет пусть зеленый. Третий цвет. Четвертый. Какой я еще не выбирала? Фиолетовый. Пятый давайте будет желтый. Ну и шестой какой-нибудь бирюзовый. Отлично. Все. Это я уже изменила свою программу. Я добавила в нее что-то новое. Теперь у нас не только меняются с вами цифры, но и меняется цвет костюмов. Это замечательно. И вот на этом останавливаться мы, конечно же, с вами не будем. Мы немножечко с вами ее еще усовершенствуем. Так, теперь у нас с вами, в принципе, будет программа похожая. То есть я буду все прямо внутри нее делать. То есть это была первая программа, она будет ниже опубликована. Дальше мы приступаем уже с вами ко второй, то есть где со сменой костюма у нас будет меняться с вами и грань самого кубика. И получается, каждая грань у нас с вами уже нового цвета. И у нас здесь будет происходить визуализация какого-то эффекта. Сейчас мы с вами это посмотрим. Итак, с цветом разобрались. Идем дальше. Здесь теперь нам нужно будет с вами очки изначально обнулять. Почему? Потому что, смотрите, у меня костюм сейчас выбран 6, а очки-то у меня стоит единица, потому что последний раз у меня выпадало число 1. Для того, чтобы нам полностью обнулить программу, то есть чтобы она изначально была с значением 0, я просто задаю значение нашим очкам 0. Просто вкладываю этот блок в серединку после флажка. То есть он должен первым делом сработать. Отлично. Он обнулился, и теперь у нас программа работает корректно. Теперь у нас и совпадают очки вместе с выбавшей гранью. Так. Теперь я хочу использовать цикл. То есть с помощью цикла мы с вами будем выдавать какое-то случайное число. То есть у нас будет анимация того, что кубик как будто бы летит, но на одном месте. То есть он переворачивается, переворачивается. Но в нашем случае он будет переворачиваться на одном месте. То есть просто в течение какого-то количества времени менять свои костюмы, пока не остановится на определенном. Для этого мы с вами будем использовать как раз повтор. Так. Давайте я вот эти блоки отсоединю. Мы их никуда не убираем. Они нам сейчас потребуются. Итак. Сейчас я хочу с помощью цикла. Здесь у нас будет 6 раз, потому что сколько у нас граней? Правильно, 6. И здесь мы с вами это все оставляем. Выдачу случайного числа тоже никуда не убираем. То есть у нас есть 36 вариантов того, какая грань нам попадется с вами за какое-то количество времени. Но чтобы это не происходило все максимально быстро, мы с вами опять же используем паузу. То есть смотрите, как сейчас это происходит. Я запускаю. Очень быстро проигрывается анимация. Быстро проигрыш анимации. И нужно как-то это замедлить. Каким образом? Мы с вами выбираем количество секунд. Не единицу, а допустим 0.3. Давайте. И теперь посмотрим, как это будет все происходить. То есть в течение этого времени наш костюм с вами будет меняться. Ну и очки мы с вами также должны будем вводить. То есть смотрите, выпала двойка, очки у нас изменились на 2. Выпала шестерка, очки изменились на эту цифру. То есть вначале у нас очки с вами обнуляются, потом они, соответственно, принимают значение того, какая грань у нас с вами выпала. Это мы рассмотрели уже с вами второй вариант. То есть на самом деле их можно бесконечное количество придумывать. То есть здесь можно кучу всего совершенствовать. Мы с вами рассмотрим еще два более сложных варианта, если так можно назвать. Там буквально пару блоков добавляется, но программа смотрится уже совершенно по-другому. То есть сравните то, что мы сделали с вами вначале. Просто обычный кубик, который просто выпадает какое-то число. Здесь мы добавили всего с вами 2-3 блока, получается. Немножко покрасили кубик, и все. У нас уже программа совершенно по-другому с вами проигрывается. И смотрится это немножко по-другому. Итак, теперь я хочу, чтобы в нашей третьей версии игры случайно смена костюма менялась и грань кубика. То есть как меняется костюм, меняется и кубик. То есть это, в принципе, у нас уже сделано в какой-то мере. Но сейчас мы с вами немножечко это изменим. Каждая грань также другого цвета. То есть смена костюма будет несколько раз, как у нас, в принципе, здесь уже и сделано. И также во время смены костюма наш кубик будет с вами вращаться в разные стороны. Ну, то есть у нас будет идти либо по-часовой сделке, либо против-часовой, как вы захотите сделать. То есть он у нас будет уже с каким-то вращением. Вот что у нас добавляется в нашей с вами третьей вариации игры. То есть все, со второй мы с вами закончили. Теперь нужно будет добавить еще два блока. То есть чтобы нам сделать так, чтобы кубик наш вращался, добавляем всего лишь два блока. Это программа совершенно по-другому будет смотреться. Итак, что нам с вами понадобится? Для того, чтобы сделать анимацию того, что у вас не обязательно кубик, если вы пишете какую-то другую программу, и вы хотите, чтобы у вас персонаж вращался, ваш спрайт, то мы для этого используем поворот в каком-либо направлении, то есть либо вправо, либо влево, на какое-то количество градусов. Давайте я остановлюсь на стрелочке вправо, и куда же мне ее нужно положить? Давайте все вместе подумаем. Мне ее нужно будет положить, повторить какое-то количество раз. Почему? Потому что если я его положу до, у меня кубик сначала повернется, а потом уже будет менять свою грань. Это не будет выглядеть очень красиво, поэтому мы с вами останавливаемся именно, когда наш кубик меняет грани, он должен будет поворачиваться. Повернуться вправо на 15 градусов, но я хочу, допустим, чтобы он у меня вращался не на какое-то определенное количество градусов, а тоже так же с помощью рандома. То есть, допустим, от 1 градуса до 90. То есть выдача случайного числа, опять же, видим кружочек, значит, можем туда что-то положить. Выдать случайное число от 1 до 90, допустим. Здесь вы можете выбрать какие-то свои градусы, которые вам захочется. У меня это будет 90 градусов. Итак, здесь мы с вами посмотрели. Давайте проверим, как это выглядит. Отлично, уже вращается. Но давайте, когда у нас с вами задаются вот здесь вот очки, мы с вами делаем так, чтобы в конце наш кубик еще раз развернулся на 90 градусов. Это сделано для того, ну, это мы сделаем для того, чтобы была анимация не просто того, что у вас кубик вот повернулся и потом просто встал в одном месте, два раза сменив костюм в одной точке, а он должен будет резко повернуться, как будто бы он перевалился через грань. То есть здесь мы с вами берем тот же самый, нет, не тот же самый блок, я вас обманывала. Нужно будет повернуться в направлении 90. Давайте посмотрим, как это будет все работать. И кубик у нас встал ровненько. То есть мы с вами можем спокойно увидеть то число, которое у нас изображено на экране. То есть опять проиграем анимацию. И кубик у нас встает ровно. То есть такое чувство, что он у нас встал обратно на свою грань. То есть мы четко видим изображение, и наш кубик с вами не в какой-то там стороне находится, и мы можем спокойно посчитать это число. Ну, либо по количеству кружочков, либо посмотреть на наши очки. Все. Мы с вами уже сделали третью программу. Остается нам только самое сложное. Это получается четвертое. Но там буквально тоже один или два блока мы добавляем. Вы сейчас у себя в голове уже можете продумать, что же бы вы хотели сюда еще добавить. Возможно, бы вы хотели добавить несколько игральных кубиков. Почему бы и нет? Мы даже сейчас вместе с вами это можем посмотреть. То есть это достаточно просто. просто продублировать в ваши спрайты. Также здесь что еще можно будет добавить? Допустим, ну, даже какую-то игру свою, собственно, можно придумать. Здесь нет ограничения вашим возможностям. Можете с этим поэкспериментировать. Сейчас мы с вами доделаем еще один вариант, который также будет внизу прикреплен, где вы сможете выбросать кубик, то есть нажимаете на флажок, и ваш кубик летает по границам экрана. То есть уже прям как настоящий кубик, который мы с вами видим в нашей жизни, который мы когда-либо трогали, наверное, и представляем, как он выходит. Итак, что же здесь у нас будет с вами меняться? Для того, чтобы у нас не на одной точке вращался наш кубик, мы должны заставить его ходить. Как это? Ну, у нас, в принципе, любой объект с вами может двигаться, и, в принципе, это не секрет. То есть мы можем с вами заставить как живой объект двигаться, так и неживой, хоть банан у вас заговорит, кубик у вас запоет и так далее. Здесь все это можно сделать. Итак, нам для того, чтобы наш кубик с вами бегал именно по серединке, по сцене, нам понадобится блок «Ити 10 шагов». То есть это один из самых распространенных блоков. Я думаю, те, кто базовые знания имеют по курсу программирования Scratch или хотя бы посмотрел все наши уже вебинары, те должны примерно понимать, что это за блок. То есть он просто заставляет двигаться персонажа. Здесь я выберу примерно 50 шагов, чтобы у нас был шаг более большой. Давайте посмотрим, как это работает. Вот так вот вращается наш кубик. То есть уже это можно еще одним вариантом сделать программы. То есть вот отлично, он уже с вами вращается. Правда, вот сейчас он ушел за сценой. И это одна из ошибок. Нам нужно сделать так, чтобы наш с вами кубик не уходил за край цены. Каким образом? Здесь у нас есть с вами блок, если касается края толкнуться. То есть когда мы с вами делали первую нашу программу, мы с вами разбирали на первом вебинаре, мы видели, что этот блок у нас отвечает за то, чтобы если объект или персонаж, или там какой-то неживой объект касается края, то он либо просто отталкивается, либо там, возможно, должен исчезнуть. И вот как раз для этого используется блок, если касается края, оттолкнуться. Он обычно используется именно в работе с персонажами, но видите, вот сейчас нам он тоже пригодился, потому что я не хочу, чтобы у меня цифра высвечивалась вот таким вот образом в виде полосочки, потому что я не вижу, какое число мне выпало на самом игральном кубике. Для этого я выбираю этот блок, куда же мне его положить. Я его просто положу в цикл, чтобы он у меня срабатывал всегда, без остановки. И здесь мы, в принципе, с вами ничего не меняем, оставляем все то же самое. Единственное, что можно поворот в направлении на 90 вот здесь вот убрать. То есть, видите, немножко некрасиво срабатывает программа из-за этого поворота на 90. Поэтому давайте попробуем его убрать просто в сторону и посмотреть, как программа будет выглядеть без него. Уже получше. То есть, уже есть настоящая анимация того, что наш кубик с вами перевернулся. Посмотрите внимательно. То есть, он отталкивается у нас от стенки, очки у нас выпадают, и здесь у нас все замечательно работает. То есть, здесь у нас с вами в этой четвертой программе было добавлено вообще движение идти 50 шагов, и создается эффект вот этого выбрасывания кубика какого-то в настоящей жизни. Он как будто у нас катится по поверхности стола, а мы смотрим на него сверху. То есть, я думаю, все, кто увидел эту программу, так, в принципе, должно подумать. То есть, мы смотрим на наш кубик сверху. Если же в первой программе, давайте посмотрим, что у нас было с вами в первой программе, у нас просто с вами менялись цифры посерединке, то сейчас буквально за 20 минут мы с вами написали другую уже усовершенствованную программу, где у нас есть анимация того, что наш персонаж двигается, в нашем случае кубик. Мы с вами смогли вспомнить, что такое выдача случайного числа. С помощью поворота мы с вами можем заставить двигаться персонажа. Это вы можете уже у себя использовать. Смена костюма тоже очень полезная вещь. Когда вы, допустим, создаете какие-то мультики, и вы хотите, чтобы ваши персонажи двигались каким-то образом, то, пожалуйста, изменение костюма тоже играет немаловажную роль. И самое важное – это знакомство с переменами. То есть, обязательно нужно посмотреть, за что переменные отвечают. То есть, мы с помощью переменных смогли сделать с вами количество очков. Перемены используются также в различных играх, допустим. Здесь нет такой прям функции, которая называется, допустим, жизнь вашего персонажа, если вы создаете какую-то игру. Или в нашем случае нет количества очков. То мы эту переменную просто создаем самостоятельно. И все. Она обращает намного нам жизнь. И с помощью нее мы можем уже какие-то новые штучки делать. Допустим, создавать какие-то свои игрушки. И их каким-то образом усложнять. Поэтому в сегодняшнем вебинаре вы вспомнили, как работать с переменами, выдача случайного числа на примере игрального кубика. И, наконец-то, мы с вами познакомились с изменениями костюма. И вспомнили вообще, что это такое. И как оно работает. Так. Ну, я думаю, всем все было понятно. Мы будем с вами на этом заканчивать. Еще раз повторюсь, что все проекты будут выложены внизу в описании. Поэтому обязательно их посмотрите дома самостоятельно. Еще раз попробуйте написать, допустим, первую программу. Потом самостоятельно ее усовершенствовать до четвертой. Также можете придумать что-то самостоятельное. И я не буду против, если мне кто-то отправит свои примеры работы. Это было бы просто замечательно. И всех очень жду на следующем вебинаре. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.